какова ваша первая реакция когда кто-то произносит слово вши да именно так человечество борется с этими паразитами уже тысячи лет но все никак не может избавиться от них почему же эти маленькие прилипал и такие живучие и что важнее есть ли надежные способы победить эту напасть хорошая новость есть хотите узнать подробности тогда не переключайтесь и я расскажу вам все через пару минут начнем со снов что вообще такое вши это крошечные паразиты живущие в волосах человека и питающиеся вашей кровью звучит отвратительно и так и есть на самом деле а для того чтобы в вашей голове появилась целая колония этой гадости нужен всего-то один ее маленький представитель паразиты откладывают 5-10 гнит или яиц в день и те вылупляются спустя примерно неделю так что на полное заражение уходит не больше двух недель а через месяц вшей у вас будет едва ли не больше чем волос простите не могу сдержаться чаще всего вши передаются от человека к человеку напрямую когда вы соприкасаетесь с кем-то головами или косвенно когда надеваете после кого-то шапку или шарф поскольку эти паразиты совсем крохотные не больше кунжутного семечка вы не сможете заметить как они перебираются на ваши волосы а если их нельзя увидеть то и предотвратить оккупацию вашей головы невозможно в этом обычно и заключается главная беда вы не замечаете заражение пока они становятся слишком поздно а слишком поздно это еще мягко сказано от вшей до ужаса трудно избавиться в первую очередь из-за их живучести и размеров второе мы уже обсудили так что поговорим о живучести во первых гнида слишком маленькая и цепкая чтобы ее было легко заметить и уничтожить вошь откладывает ее у самого корня волоса если ей удается протянуть семь дней она вылупляется превращаясь в малышку вошь или нимфу такое красивое название для такой мерзкой штуки появившись на свет нимфа начинает пить вашу кровь прицепившись к волосу и впиваясь крошечными но необычайно острыми верхними челюстями в кожу малюсенькие крючки на всех шести лапках помогают в шам удерживаться на ваших волосах мертвой хваткой примерно через пятнадцать двадцать дней нимфа вырастает во взрослую вошь готовые откладывать собственных гнид а когда это происходит ну вы поняли чтобы вы не делали все это время то наверняка проиграете войну против этих крохотных монстров они могут задерживать дыхание на 8 часов так что если вы примете душ или ванну они с большой вероятностью выживут а лекарства хоть все же могут сработать чаще всего безнадежно устарели вши быстро развивают устойчивость к новым инсектицидам большинство современных средств основаны на веществах которые использовались десятки лет назад так что они попросту бесполезны на сегодняшний день вши обзавелись крепким иммунитетом почти к любым ядом имеющимся в нашем распоряжении кстати существует стереотип что люди которые не моют голову регулярно более подвержены заражению вшами это неправда вши отчаянно цепляются за жизнь так что достаточно просто коснуться головы зараженного человека чтобы через неделю найти их у себя а иногда достаточно просто надеть чужую шапку хоть это и случается реже вши обожают тепло и влажность а человеческая голова и волосы идеальное место для их комфортной жизни более того под кожей головы столько пищи вкуснятина а вот в одежде далеко не так тепло или влажно как того бы хотелось паразитом ну и никакой еды конечно же поэтому на голове человека вши живут около тридцати дней а на одежде гораздо меньше максимум один-два дня неудивительно что они пользуются любой возможностью уползти в более уютное местечко если вы не можете понять почему вшей чаще всего находят у детей то этому есть логическое объяснение все мы видели как дети бегают по игровым площадкам и часто сталкиваются друг с другом было бы странно если бы их головы никогда не соприкасались согласитесь а если хотя бы у одного из малышей есть паразиты то от него с большой вероятностью заразятся и все остальные и предотвратить это можно только если запретить своему ребенку играть с другими детьми но вы же не можете быть настолько жестокими правда как же лучше всего избавляться от надоедливых паразитов конечно всегда можно побриться наголо и забыть о них но не все готовы так легко распрощаться с шевелюрой а поскольку отравой их уже не возьмешь разумно будет обратиться к механическим видам воздействия это значит что нужно либо перекрытием дыхательные пути либо просто вытаскивать их из волос второй способ довольно рискованный потому что не является стопроцентно надежным даже специальные расчески могут пропустить пару гнид тогда все ваши старания пойдут коту под хвост если хоть одна гнида останется в живых после вашей зачистки она рано или поздно превратится в полноценную вошь отложит яйца и все начнется заново самые эффективные средства те которые попросту душат в шее есть различные кремы спреи и шампуни которые блокируют дыхательные отверстия паразитов не давая им дышать как я уже говорил они могут задерживать дыхание на 8 часов так что не смывайте средства с головы хотя бы в течение этого времени знаю это может быть непросто но без кровососов на голове живется гораздо лучше правда же впрочем чтобы забыть о проблеме окончательно избавиться от паразитов на голове недостаточно нужно принять меры предосторожности чтобы защитить себя от рецидива во-первых не надевайте чужие шапки шарфы или другие аксессуары касающиеся вашей головы или волос в шеи цепляются отчаянно и могут перебраться на вашу голову за считанные секунды принося с собой недели испорченной жизни во-вторых если в шейф семье подхватил кто-то один лечить все равно нужно всех нельзя быть уверенными что вы не соприкасались головами поэтому лучше себя обезопасить и наконец в третьих положите потенциально заразную одежду полотенце и белье в вакуумные пакеты и оставьте вещи в таком виде хотя бы на пару суток затем снова ради собственной безопасности постирайте их в горячей воде если каким-либо в шам удалось пережить кислородное голодание то стиральная машинка их точно добьет но все же повторите процедуру еще через неделю потому что гниды и нимфы обладают чудовищной устойчивостью буквально ко всему да вы правильно помните они невероятно живучие главное помните применяя любое средство от вшей после не забудьте пройтись по волосам расческой с частыми зубцами даже если паразиты не пережили вашу атаку с головы они сами не свалятся да вам придется вычесывать их крошечные тельцы из волос это утомительно но необходимо кроме того есть вероятность что у вас на голове имеются также и гниды они только взрослые вши и нимфы никакие средства кроме старой доброй расчески вам не помогут так что будьте осторожны и постарайтесь достать всех если это вам не удалось повторите лечение снова как только яйца вылупятся такой подход поможет предотвратить появление новых гнид так что вычесать нужно будет только мертвых вшей если у вас все получилось поздравляю наконец-то вы избавились от паразитов отравляющих вам жизнь ну что же дорогие друзья надеюсь эта информация была для вас полезной может быть вы или кто то из ваших знакомых переносил заражение в шами какие методы вы использовали для избавления от них поделитесь своими секретами в комментариях вам наверняка многие скажут спасибо если вы узнали из этого видео что-то новое поставьте лайк расскажите друзьям и родным и нажмите большую красную кнопку подписаться чтобы всегда быть на яркой стороне жизни а